Всем привет, дорогие друзья! Те люди, которые снимают видео на айфоны, как я, наверняка сталкивались с такой вот просто жуткой ситуацией, когда айфон выжигает ваше лицо. И не помогает на самом деле ничего. Вы можете менять баланс белого в любую сторону, но при этом лицо становится тупо выжжено, какой-то красно-оранжевого неестественного света. Причем все, что не касается лица, выглядит в кадре нормальным. И многие не могли понять, что происходит, но я вам, ребятки, сегодня расскажу. Как вы знаете, айфон почему-то красиво снимает видео, потому что у него очень сильная постобработка изображения. То есть он сам занимается постпроцессингом. И он на свое усмотрение некоторые части кадра делает светлее, некоторые темнее. Именно поэтому айфон непревзойденный при съемке на закате или вот таких вот небес красивых. То есть вы смотрите, картинка у вас с айфона лучше, чем она на самом деле. У вас прорисованы там облачка, все выглядит супер. И самая большая проблема в том, что вы не можете бороться с этим эффектом на постобработке, потому что у вас кроме вот этого ядовито-красно-оранжевого света нету на лице больше ничего. То есть ни о каком скинтоне там и речи не идет. И я сегодня вам расскажу, как можно победить эту проблему. И все, что вам нужно, это скачать программу для нормальной съемки видео, для профессиональной съемки видео. Опять же, сейчас так покажу в кавычках. То есть ту программу, в которой вы можете самостоятельно вручную задавать параметры съемки. Я рекомендую ProMovie. Filmic Pro стоит неоправданно дорого. Она мне не очень нравится своим интерфейсом. Мне просто в ней неудобно работать. Хотя по некоторым пунктам у нее больше возможностей, чем у ProMovie. ProMovie стоит сущие копейки. Я снимаю на нее уже два года. Итак, ребят, я понял, что эту проблему нужно решать именно тогда, когда мы снимали вот этот вот обзор. И лицо в кадре было красным, что снаружи автомобиля, что внутри салона. С этой проблемой я сталкивался, конечно же, и раньше. Но я просто либо не использовал эти кадры, либо накладывал на них какой-то жесткий лут. Лицо получалось каким-то неестественным. Об этом мне все писали. Как будто бы я сам этого не видел. Человек, который снимал, собственно, очень много лет на профессиональное оборудование. Я прекрасно вижу свои косяки, но в силу тех или иных причин победить их нельзя, потому что исходник такой. И вот сегодня я нашел, как победить исходник. И случилось это, когда я снимал видео в парке Львов. И вот сейчас я вам наглядно продемонстрирую, из-за чего возникает эта проблема и как ее решать. А потом покажу, как работает Smart SDR на новых айфонах. Как он делает так, что и вы в кадре остаетесь светленьким, и при этом небо у вас красивое. И покажу также, что даже меняя настройки шаттера, по факту это не очень-то и сильно влияет на экспозицию. Так работает автоматика в новых айфонах. И теперь, посмотрев это видео, вы поймете, что если ее подкорректировать, то ничего лучше айфона в плане съемки видео еще не придумано из смартфонов. Ну что, переходим к нашему видео. Изменяем шаттер. Опустили шаттер и видим, что лицо просто жутко красное. Просто оно выжжено. Теперь, что мы можем сделать? Давайте поиграемся с балансом белого. Смотрите, изменили баланс белого уже синий. У нас сейчас сделали 3000 кель, но все равно лицо получается выжженное. Давайте попробуем поработать с ISO. Ничего не меняется. Работаем шаттером. Ничего не меняется. То есть, как было у нас оранжевое лицо, так и есть. А теперь, смотрите, мы перешагнули барьер шаттера. Вот сейчас у нас стоит 1,400. Что мы сделали? Мы сейчас вышли на одну двухтысячную. И вот в этом режиме у нас цвет лица стал более-менее похожий на то, что я сейчас вижу. А если я сейчас еще поставлю баланс белого 5200, то мы видим, что, в принципе, это уже более похоже на действительность. То есть, единственным решением, борьбой вот с таким вот выжженным лицом является очень сильно понижать значение шаттера. А вот если я сейчас делаю шаттер, тот, который стандартный у нас, был вот в районе 400, то мы видим, что как раз-таки у нас вот это вот морокобесие с лицом. Поэтому в таких ситуациях просто уменьшайте шаттер. Сейчас у меня шаттер 1 на 2500. И вот в этом режиме как раз я имею ту картинку, которую сейчас видит наш глаз. Также хочу вам показать, что из-за вот этого режима Smart HDR, благодаря чему закаты, восходы и небеса на айфонах кажутся очень красивыми, шаттер у нас практически не влияет на экспозицию так, как должен. Вот обратите внимание, что сейчас шаттер 1,450. Ну, давайте для наглядности сделаю, к примеру, одна тысячная. То есть, что это означает? Что при... А вот посмотрите на Кате на лицо. И, соответственно, при шаттере в одну двухтысячную, вот сейчас ставим, у нас лицо должно стать темнее два раза. Но обратите внимание, что лицо у нас вообще не меняется по экспозиции. То есть, у нас только изменяется то, как выглядит наше небо. Вот обратите внимание, да? Вот. Посмотрите, насколько разительный эффект. То есть, у нас лицо остается всегда нормально, проэкспонировано, чтобы мы не делали. Ну, вот уже какие-то критичные значения. То есть, смотрите, одна 320, смотрите на лицо, одна тысячная. Лицо стало чуть темнее. Теперь посмотрите, одна, давайте, четырехтысячная. Лицо, по факту, такое же достаточно читаемое. Но при этом у нас вовсю работает Smart HDR. И вы видите, какое красивое небо. Давайте вот понаслаждаемся. То есть, вот так вот это и работает. И именно из-за вот этих вот улучшайзеров у нас и получаются проблемы со скинтоном. Потому что iPhone по умолчанию хочет, чтобы лицо человека у нас всегда было читаемое. Но не всегда это удается ему сделать хорошо. И мы видим вот такой вот жуткий эффект в виде красных выжженных лиц. Но теперь вы знаете, как с этим бороться, дорогие друзья. И надеюсь, что поставите лайк этому видео. Потому что проблема на самом деле актуальная. И многие мне писали, что именно никогда не купят iPhone для съемки видео из-за этой проблемы. Я думаю, что они не купят iPhone по совсем другой причине. Кстати, это видео мы сейчас тоже снимаем на iPhone XS Max. Как вы видите, я даже не использую никаких внешних микрофонов. То есть, если у нас нет ветра, то меня прекрасно слышно. И, конечно же, ребят, посмотрите на это небо. Как оно прорисовано. При этом мое лицо также остается светлым. Картиночка прелесть. Так что, ребят, осваивайте ту технику, на которой вы работаете, чтобы получать максимальное качество. А посмотреть то, на что снимаю я, можно по ссылочке в описании. Еще вот хочу на этом примере показать, как работает затвор, так называемый, на iPhone. Посмотрите, что картинка, она не просто становится темнее или светлее, а меняется. Посмотрите, небо как было одной тональности, так и остается практически. Вот что значит умный эйзер, который иногда бывает не очень умным. И так может быть не очень умным. Эйзер, который иногда бывает не очень умным. И, конечно же, мне dias за фото. А вот улаженние данные льзы на лимфюме. И, конечно же, на мой взрослой перемен, когда мы с вами увидимся.